здравствуйте меня зовут федор васильев и сегодня мы с вами поговорим о форме заказа как это формируется и какие формы заказа можно сделать какой форме заказа я говорю вот сейчас вы видите страницу человек когда выбрал товар и перед тем как нажать вот на такую кнопку оплатить ему предоставляется заполнить необходимые данные то есть те данные которые нужны вам информацию о покупателе которую необходимо собрать это может быть имя отчество фамилия email мобильный телефон и многое другое если же мы сейчас в нашем магазине например зайдем в какой-нибудь товар и нажмем купить то вы видите разницу здесь есть форма здесь у нас формы просто нет вот сейчас мы научимся ее создавать для этого переходим в админку нашего сайта заходим компоненты джимал касса и здесь есть такая плитка формы кликаем сюда сначала мы создадим одну форму которая у нас будет по умолчанию мы нажимаем здесь на кнопку создать название формы можете задать как-то по-своему заголовок формы вот отображается видите на странице оформление заказа вот здесь вот заголовок форма заказа то есть я так ее и называю форма заказа эта форма будет по умолчанию если есть какое-то описание можно написать здесь дальше мы переходим на вкладку поля по умолчанию и здесь мы настраиваем поля которые будут отображаться форме то есть это вот эти вот поля ими по умолчанию до оставляем email покупателя здесь мы можем выбрать нет до требуется да не требуется конечно же до требуется требуется это значит человек не сможет оплатить пока не заполнит данное поле то есть здесь можно поля сделать обязательными и необязательными мобильный телефон принципе здесь смотрите сами обязательно не обязательно можно поставить да не требуется дополнительный телефон можно поставить и еще есть поле есть поле адреса дальше переходим пользовательские поля здесь мы можем создать какие-то свои поля прежде чем мы здесь что что-то создадим давайте перейдем дополнительные параметры вкладку и здесь еще рассмотрим все настройки имя до требуется отчество здесь решайте сами нет значит вообще не будет это поле отображаться дальше смотрите маска поле мобильного телефона что это за маска здесь принципе при наведении на подсказку здесь все понятно вы можете просто поставить вот такие значения как у меня плюс 7 скобочках три решетки потом решетка решетка пробел решетка решетка провел решетка решетка что это такое смотрите если вы еще не знаете мобильный телефон если мы сюда в это поле кликаем мышкой появляется уже как бы заготовка куда нужно прописать свой телефон вот вот это вот появление вот таких вот уже подготовленных скобочек пробелов плюс 7 это и есть маска ввода то есть не пустое поле а уже здесь ничего лишнего ты человек не пропишет 909 автоматически после написания трех значений курсор переходит к следующему значению ставим 999 автоматически подставляется тире и например еще какой-то номер вот так вот это происходит это и есть маска ввода очень удобно то есть вы у себя в поле маска поле мобильного телефона выставляете вот то же самое если есть дополнительный телефон какой-то например городской можно поставить вот так дальше движемся форма адреса страна но опять же смотрите чтоб человек мог заполнить свою страну да нет область до поставим не требуется область не надо город да не требуется почтовый индекс если нужно улица дом квартира здесь я поставлю нет давайте на этом уровне сохранимся если мы сейчас обновимся мы здесь ничего не увидим нажимаем здесь закрыть и вот здесь напротив нашей формы мы с вами ставим звездочку чтобы форма была по умолчанию то есть теперь форма назначена по умолчанию для всех продуктов если обновляемся мы с вами видим форма заказа у нас появилась есть имя email мобильный телефон видите маска воды здесь вот работает эта форма появляется по умолчанию для всех продуктов это говорит о том что мы можем при желании для каждого продукта выбрать отдельную форму в самом продукте то есть нужно сначала эти формы создать если мы посмотрим на демо магазина моего который я ранее создал у нас здесь вы видите еще есть дополнительные поля то есть смотрите можно поставить галочку подписаться на рассылку новостей если человек захочет какой-то комментарий оставить платежу к своей покупке и оценить магазин можно выбрать вот такой выбор давайте посмотрим как это устроено переходим обратно в форму заказа переходим пользовательские поля и первое что мы рассмотрим это вот рассылка то есть найти когда человек покупает вы позже уже все поймете когда человек покупает все что он заполнил это будет отображаться у вас в админке в платежах и вы будете видеть поставил ли он галочку что он подписываться на ссылку или нет то есть вы будете знать хочет ли получать вам какие-то новости от вашего магазина или нет давайте пока сделаем такое поле мы кликаем по заголовку поле метка можем написать рассылка имя поле по-английски смотрите вот рядом такая появляется значок вопросик а если вы хотите сюда внести в какую-то подсказочку то вот в это поле нужно прописать текст я пишу например получать рассылку о новинках и акциях вы можете отписаться в любое время ну что такое может быть что-то свое можете написать дальше требуемое то есть требуемое ли это поле как я уже говорил если поставим да . пока человек не поставить флажок оплатить он не сможет купить товар не сможет он соответственно здесь нет не нужно принуждать человека пускай сам решает ставить галочку или нет тип поле вот чтобы у нас появился чекбокс чтобы человек смог туда поставить галочку да нам нужно выбрать флажок то есть чекбокс по-русски флажок ставим сюда доступ соответственно для зарегистрированных или для всех но здесь нет смысла конечно же для всех состояние но это поле мы опубликуем сразу поэтому оставляем опубликовано опции поле оставляем не отмечено нажимаем сохранить закрыть одно поле мы с вами создали нажимаем еще раз вот здесь вот сохранить давайте обновим страницу мы видим у нас здесь появилась пункт рассылка да и подсказочка у нас работает далее давайте сформируем поле для комментариев опять здесь переходе на вкладку пользовательские поля кликаем добавить поле метка комментарий имя поле можно написать коммент подсказку здесь я не буду писать требуемое нет тип поле текстовая область доступ все опубликовано опции поле нет опции здесь сохранить закрыть и давайте сразу создадим оценка магазина чтобы человек мог оценить магазин и давайте сразу создадим этот выбор метка пишем оценка магазина имя поле по-английски можно написать подсказку пожалуйста оцените наш магазин требуемое нет и здесь выбираем выпадающем списке тип поле список выбора доступ все опубликовано и вот сейчас поработаем здесь с опции поле по умолчанию стоит нет да то есть выбор либо да либо нет нам нужно здесь прописать удаляем все что здесь есть те параметры те слова которые вы хотите использовать при выборе например первое поле отлично то есть смотрите вы пишете по-английски то есть необязательно здесь соблюдать прямо английский язык чтобы по правилам писать просто английскими буквами по-русски можете написать потом знак равенства потом слово отлично и запятую если мы здесь еще бы что-то писать ставим запятую дальше я ставлю хорошо то есть также все то же самое хорошо английский равно хорошо запятую и ставлю еще два значения средний и плохо но если у вас здесь больше значений вы хотите сделать то вы пишете здесь уже без проблем думаю вот здесь все понятно нажимаем сохранить закрыть и нажимаем сохранить обновляем магазин и вы видите у нас здесь появилась комментарии поле для комментариев и оценка магазина и вот все что мы с вами прописали отлично хорошо средний плохо в таком же порядке здесь это и находится также здесь видно те поля которые мы сделали обязательным к заполнению рядом с ним стоит такая красная звездочка то есть если одно из этих полей будет не заполнено оплатить человек не сможет высветится сообщение что вы не заполнили то или другое поле мы еще с вами включили дополнительные поля страна город возможно вы включите какие-то еще но сейчас они у нас тут не отображаются для этого мы переходим поля по умолчанию и вот поле адреса мы включаем в положение до сохраняемся обновляем страницу тогда здесь появляются те поля которые вы выбрали вот здесь вот формат адреса я выбрал страна город и вы видите вот здесь у меня добавил страна город что касается вот этих вот иконочек которые находятся напротив полей это иконки bootstrap то есть они тянутся с сервиса bootstrap и к полям по умолчанию данной иконки изменить нельзя они вшиты к сожалению разработчики пока не сделали такого чтобы можно было их менять то есть мы можем менять иконки полям которые мы сами создаем на вкладке пользовательские поля например я создам поле тест какое-то просто произвольное поле и иконку можно назначить только к типу поле текстовое поле и email то есть когда мы выбираем например текстовое поле то здесь появляется еще одно поле иконка напротив этого поля есть такой вопросик если по нему кликнем нас перебросит в сервис bootstrap где вы сможете выбрать себе подходящую иконочку под ваше поле далее вы копируете название это иконки которые вам требуется то есть название напротив данной иконки и просто вот в это поле вы вставляете название иконки давайте проверим сохранить сохранить обновляем и вы увидите у нас появился поле дополнительные с нашей иконкой то есть вот таким вот образом соответственно страна город поля вот эти вот имя покупателя email все поля которые здесь задаются для них иконочки не меняются на этом уроке я ставлю паузу и в следующем уроке мы с вами продолжим работать с формами создадим формы почтовое отделение курьерская доставка самовывоз увидимся в следующем уроке